Хвалите имя Господи, Хвалите имя Господи! Аллилуйя! 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 Пасхальные хоровые соборы Нижегородской епархии давно уже стали общероссийским событием. Их ждут, о них говорят, их копируют. Многие хоровые коллективы, которые уже были гостями нашего хорового собора, это ведущие профессиональные коллективы, это хор камерный, хор Московской консерватории, это хор Республики Татарстан, это Барнаульский камерный хор, это хор студентов из Санкт-Петербурга. И многие, приехав сюда, казалось бы, Москва, Петербург, чем можно удивить? Безусловно, они уезжают от нас в положительном настрое, воодушевленные, и хотят привнести такой же хоровой праздник у себя в регионах. И мне очень отрадно то, что я знаю, что вот буквально у нас на днях в январе прошел Рождественский хоровой собор в главном храме Вооруженной силы Российской Федерации в Подмосковье. И как раз таки примером такого мероприятия послужил именно наш Нижегородский хоровой собор. Это уже 15-й пасхальный хоровой собор. Участие в певческом празднике приняли 315 человек, 8 хоровых коллективов, в том числе 4 из других регионов. Сразу у нас 4 приглашенных коллектива и представляют 4 регионы нашей страны. Это молодежный хор Сибирь-концерт, это Новосибирск, это архиерейский хор из Ульяновска, это хор, камерный хор, профессиональный хор из города Владимир, и это капелла мальчиков из города Москвы. И, безусловно, наши ведущие хоровые коллективы Нижнего Новгорода. Программа хорового собора традиционно основана на прославлении воскресшего Господа Иисуса Христа в богослужебных духовных песнопениях, гимнах и кантах. Участники собора исполнили пасхальные и другие духовные песнопения. В течение музыкального праздника несколько произведений были исполнены сводным хором. Хоровые соборы — это не совсем служба. Поэтому здесь репертуар более широкий. Здесь могут быть использованы песни, в том числе светских авторов, на светские тексты, посвященные Пасхе. Это то, чего не разрешается во время богослужений. Поэтому это мероприятие, оно не только для чисто духовных, церковных людей, но в том числе для светских людей, для любителей церковного пения и не церковного, просто для любителей хорового пения. И некоторые через такое пение приобщаются в том числе к церковному пению. На празднике духовной музыки звучали как классические произведения, так и сочинения современных авторов. Все эти произведения наполнены какой-то духовностью, так или иначе. И, может быть, именно это нас всех тут и объединяет. Именно вот это духовное содержание, даже обычных песнопений, в них тоже хоть частичкой находится в какой-то такой духовности. Мне на самом деле очень нравится это место, потому что здесь достаточно просторно, собралось очень много хоров из разных регионов, и очень хорошая акустика. В конце программы хоровые коллективы под возгласы диаконов трижды торжественно спели многое лето всем православным христианам. Поистине это значимое событие, которое традиционно проходит на благословенной Нижегородской земле, имеет особое значение для каждого человека, живущего на ней, и для каждого, кто принимает участие в этом мероприятии. Поистине, прославляя ныне воскресшего Христа Жизнодавца, мы своими устами, своими песнопениями прославляем Его всеславное воскресенье, ибо воскресенье Христово есть Альфа и Омега, начало новой эры, эры Нового Завета. В завершении юбилейного пасхального хорового собора все участники хоров получили из рук епископа Филарета пасхальные подарки – шоколад и сувенирные яйца. В течение всей Светлой Седмицы, согласно древней православной традиции, любой желающий мог позвонить в колокола, в том числе и здесь, на территории Нижегородского Кремля. Вот даже звонницу специальную поставили. Более того, здесь всю пасхальную неделю проходил целый фестиваль колокольного звона, который завершился большим праздничным концертом. Фестиваль колокольного звона в Нижегородском Кремле сам по себе – событие. В первую очередь, благодаря месту проведения. Весна, Светлая Седмица, хорошая погода. По Кремлю гуляет множество нижегородцев и гостей города. И нередко просто прохожие заглядывали случайно и получали бурю эмоций. Просто волшебно. Волшебно. Здесь еще, когда ты наверху и звонят колокола, они же звонят квадро и даже больше, то есть каждый источник звука находится на определенном месте. Я музыкант, поэтому для меня это вообще такое двойное волшебство. Не только духовное, но вот еще как бы и музыкальное наслаждение. Для зрителей фестиваль – это большой волшебный концерт. А для звонарей – возможность пообщаться, перенять что-то друг у друга. Я думаю, что мы за время обучения чуть-чуть только овладели звоном. Чуть-чуть. Конечно, организация вот этих фестивалей, она дает очень многое, потому что приехали действительно звонари уже с большим стажем, есть чему поучиться. Такие важные моменты, конечно, в школе нам дают основу. А небольшие такие моменты, которые важны для колокольного звона, они вот действительно получаются только вот таких на фестивалях. Почетные гости этого фестиваля – центральные фигуры. Руководитель Ярославской школы колокольного искусства Владимир Дегтярев и руководитель Суздальской школы колокольного искусства Мария Теплякова. Пообщаться с ними пришло множество звонарей из разных храмов. Фестивали нужно проводить в первую очередь для звонарей. Для того, чтобы звонари, которых сейчас, слава богу, много, они съезжались на эти фестивали, общались между собой, друг у друга чему-то учились, понимаете, что-то, ну, черпали друг от друга, понимаете, смотрели там, общались. Вот в этом важность фестивалей. А людей нужно просвещать, ну, что-то рассказывать о звонах, какие звоны, почему такой звон, почему такой. Мало кто знает и немногие задумываются о многообразии колокольных звонов. Их четыре вида – благовест, перезвон, перебор и трезвон. Но они подразделяются еще на множество различных звонов в соответствии с богослужением. Вот, например, как звучит водосвятный перезвон. Звонарям еще и потому важно хотя бы иногда общаться между собой, что это профессия – одиночек. Обычно они там наверху одни и никого вокруг. Что там видно с колокольнем? Видно лодки на реке. По Кремлевке ходят кони и туристы налегке. Видно облако такое, виден лес в его тени. Ты достала бы рукою, только руку протяни. Что там видно с колокольня? Дождь. А выше Бог с тобой виден город на ладони. Соколиный, голубой. Что там видно с колокольня? Только небо без краев, тихий свет и ветер вольный и любовь. В этом фестивале многое впервые. На территории Кремля до этого не проводились фестивали колокольного звона. А здесь уникальный подбор колоколов. В Михало-Архангельском соборе, храме Семена Столпника, Никольской церкви, соборной колокольни в проекте были задействованы все храмы Кремля. И вот этот подбор колоколов позволяет, по крайней мере в перспективе, приблизиться к каталону, сделать Нижний Новгород одной из столиц колокольного звона. Чтобы говорили не только ярославские звоны, или ростовские, или суздальские, но и нижегородские. И место действия, виды от которых захватывает дух, тоже вполне себе перспективные. Здесь такой инструмент колокольный подбор и разные храмы, разные архитектуры с разными подборами, которые позволяют максимально приблизить их вот именно к таким столпам, вот именно колокольного искусства, как Трои Сергеевая Лавра, как Спаса Ефим в монастыре, где подбор колоколов позволяет это сделать. Этот фестиваль колокольного звона уже вошел в историю, запечатлен во времени и пространстве. Он собрал множество зрителей. Охват аудитории просто не поддается подсчету. Десятки людей каждый день приходили на концерты и мастер-классы. Сотни зрителей присутствовали на завершающем концерте. Приходили и уходили, снимали на телефоны, выкладывали в социальные сети. И эхо от этого фестиваля разнеслось по всей стране благодаря гостям и осталось в памяти многих людей, как яркое и необычное событие. Сегодня, однако же первый раз, здешняя хозяйка переменилась на свой пост. Не скучная классика. Так называется проект, который реализуется в Дивеевской монастырской православной школе. Здесь ученики ставят недоросль по фанвизину, обсуждают книги на заседаниях литературного клуба и читают собственные стихи на школьном радио. В проекте заложена постановка двух спектаклей. Все серьезно. Даже пошили костюмы 18 века для актеров. Недоросль уже поставлен. В планах – гастроли. Спектакль будут показывать в Сормовской и Арзамасской православных гимназиях и в Доме культуры в самом Дивееве. Наша задача – пусть не все дети, пусть не всю классическую литературу, но какие-то маленькие шаги мы в этом направлении делаем. Даже тот же спектакль «Недоросль» у нас теперь большое количество детей наизусть знает это произведение. Основная идея, которая пронизывает все творческие формы проекта – от спектакля до литературного клуба – это вовлеченность детей. На заседаниях «Кружка» обсуждают произведения классиков и учеников. На радио читают стихи Пушкина и снова самих детей. Иван Алексеевич Бунин на распутье. На распутье в диком древнем поле черный ворон на кресте сидит. Заросла бурьяном степь на воле и в траве зажала старый щит. Мы планируем и уже как бы начали выпуск газеты по литературному клубу. Опять же, в этой газете будут произведения и классиков, и произведения наших детей. На заседания литературного клуба приходят ученики, педагоги, родители. Обсуждают разные книги, не обязательно классику. Детям тоже предлагают сочинить свои стихи, рассказы, принести и поговорить о них. Детям интересно, чтобы организовались не просто в формате уроков, как мы обычно сидим за партами, чтобы это был круглый стол, чаепитие, чтобы они пообщались не только с своими одноклассниками, но и с семьями, с учениками других классов. К нам приходят на встречи ученики из другой школы. Сначала интересно прочитать большую толстую книгу, а потом сесть вот таким узким кругом и высказывать мысли свои и слушать другие. Школьникам проект очень нравится. Причем свои рассказы и стихи пишут и приносят дети, которые не собираются становиться писателями или актерами, им просто интересно. Литература, особенно классическая литература, развивает вашу речь. Ученому она вообще необходима в любом случае, красиво говорить, правильно говорить. И также литература развивает память, запоминание ученому тоже необходимо. И еще развивает понимание. Когда читаешь, ты представляешь, развивается твое воображение. Проект действительно масштабный, реализуется на средства президентского гранта. В планы заложены даже поездки по литературным местам Нижегородского края, в том числе и в Болдино. Такая цепочка. Эмоции рождают впечатление. Впечатление развивают воображение. Воображение формирует личность.